Ты послал тайный черный чар, колдовство твой, проклятый дар. Дикий горкий ночной угар, лютый ненавистик пожар. Дикий горкий ночной угар. Время все откладываешь, откладываешь. Приходится писать ведьмака в 3 часа ночи. Внимание уже не то, реакция уже не то. Квест этот с мутациями. Но эти порталы я какой-то загадки там вообще не увидел. Мне кажется, там просто надо было дорогу запоминать. В какие ворота ты входил, в какие нет. Вот, поэтому задание дополнительное я даже найти не смог про это кладбище. Где вот оно, вечный покой. Найти Шарля Ланзо в Лисе и Хитролисе. Вот мне бы написали туда пойти разобраться на кладбище с проблемами. Я описание даже не смотрел. Вон оно. Проходя по очаровательным улочкам романтического Боклера. А, Боклера. Плях, вот ударение бы хоть нарисовали. Герлет узнал о деле крайне романтическом, неромантическом. И но по ночам страшно шумел на городском кладбище. Господи, описание этого квеста не иначе как Тургенев писал. Нельзя было сразу суть дела описать, что на кладбище кто-то шумит. Надо разобраться. Вот, поэтому я его просто провафлил. Не заметил его вчера. Подумал, нихера себе, уже и квесты пропадают. Ну, пошла. Ну, а теперь все. Встал на свои места. Бодрость духа. Все дела. Бодрость духа. Внятность тела. Так что сейчас будем разбираться. Блин, слышь, Газманов, шашечку-то убери. А то покосишь виноградники. Будут все компот пить потом целый год. Пошла. Лис-хитролис, он что? Он где вообще? На кладбище? А, дорога в бар идет через кладбище. Вот это классно вообще. Не знаю, как в Москве, но Питер, поскольку как город увеличивался постоянно, да, у нас прямо посреди города попадаются не только гаражи и промзоны, но еще и кладбища всякой разной давности постройки. Что сегодня наоборот? Поэтому то, что здесь прямо у городских ворот кладбище, меня вообще удивлять не должно. Вы ведь покажете? Так, вот этот Лис-хитролис, тоже название такое. У нас, помню, где-то недалеко была Тошниловка в 90-х под названием Лиса Алиса. Ну, что так темно-то здесь, господи, серьезно. Вот на улице ярко-ярко, вот даже гамму не выкрутить, потому что... Это ты, что ли? Нет, это бедный горожанин, он не может дать мне квест. На втором этаже, по-моему, да, тут указано? Вот на улице здесь гамма очень яркая, а внутри очень темно всегда, ни черта не видно. Какую бестию. А, тут, да, основной сюжетный квест-то бестию найти, господи. Я уже про него забыл. Ну да, ты мастер-алкастер, алкастер, надо и понял. Сеньор-сеньебол, ёмара. Так что ж мне делать? Самому по кладбищу шляться. Жим-жим, походу. Так, ну чё, может, выдаете из него денежек побольше? Мне надо всё-таки отстраивать виллу. А сколько вы... Хотели бы? А сколько ты ещё не пропил? О-о-о! А какие у меня шансы? 72 монеты, это потолок, что с него можно взять? Да-а-а! 10 монет. Как там в 12 стульях? 10 монет отца русской демократии не спасут. Пожалуй, у меня столько нет. Да ты чё? Может, сделайте какую-нибудь праздничную скидку. По случаю турнира. Да, может, ты, блядь, бухать перестанешь, да сэкономишь. Сука, нахуй мне твои монетки вообще. Идёшь. Да, идёт, блядь, скидка отменяется, идёт. Я этим займусь. Козёл. Жертвы были? Никто недавно не пропадал? Или только шум и всё? Ой, по счастью, ни с кем ничего не случилось. А что, думаете, это какое-нибудь чудовище? Возможно. Но с таким же успехом это могут быть кладбищенские воры или какой-нибудь бродяга. Посмотрим. Или в гробу кто-нибудь ворочатся. Чтоб там ни было, займитесь этим, мастер, побыстрее. Зови меня мистер. Мастер, мне надоело. Мне вот интересно, вообще, в Ведьмаке в этом боссы-то какие-нибудь планируются? Ну, хоть какие-нибудь. Или опять вот два босса в конце игры и всё. Нет, я ничего не ною. Как бы игра замечательная, хорошо. Но она была бы просто охрененной, если бы здесь время от времени вываливали нормального босса. Гидра, дракон, что-нибудь. Но нет, боссов в игре... Вот сколько я в Ведьмака играю, никогда боссов не видел нормальных. Только под конец игры там что-то какой-то там, этот великан там в доспехах. Ещё второй такой же великан. Бля, хватит орать, крестьяне. Шума не слышно, но, пожалуйста, это смотреться. По кому рыдает эта старушка? А, не посмотреть даже. У могилы, где какой-то варвар в рогатом шлеме плачет бабушка. Господи, сколько ей лет. Она ещё тевтонцев видела, наверное. Странно, а здесь не прыща... А, это ещё одно кладбище, смотрите, оно за стенках, нифига себе. Ну, читай же, читай. Всё, Ведьмак читать разучился, он не читает больше надгробия. Малец тут что-то бегает. Малец тут что-то бегает. Нифига себе. Вот этот надгробие, ты кого похоронил? Это великана местного, что ли? Ничего себе. Аделаида де Костыльдача. Жена, мать, бабушка, прабабушка, прапрабабушка. Покинула нас слишком рано. Пра-пра-пра-пра-бабушка слишком рано, по-моему, ни хера себе. А сколько она себе намерила? Она, наверное, своей пенсией разорила полкоролёвство. Видите, как там? Пра-пра-пра-пра-бабушка нас слишком рано покинула. А у нас в России уже 60 лет исполняется, и уже начинают ждать, когда же ты квартиру-то освободишь. Следующей счастливой семье. Печалька. Печалька это всё. Закрыто. Я не удивлён. Было бы странно, если бы там было всё нараспашку. Хотя у нас вот есть Александра-Невская лавра, да, у нас вот это кладбище в центре города. Кладбище-музей, куда вход даже платный. Ну, там могилы поэтов всяких. А рядом в бесплатном секторе Собчак и ещё там всякие деятели, политики. Так вот, там склепы находятся в таком состоянии, что если присмотреться, мне кажется, там в какой-нибудь дыре в полу можно кости рассмотреть. Это жесть. О. Какие-то следы. Какие-то следы. Ну, тут люди ходят, поэтому тут везде какие-то следы. Вон даже босоногая, кто это такая? Вдова, вон, смотрите, бедная горожанка. Я сразу фильм ДМБ вспоминаю про вдову. Какие-то следы. Да, да, вот ещё какие-то следы. Ты, может, про эти тоже что-нибудь скажешь? Ну, хорош. Кстати, лыжи-то здоровые. Смотрите, тут кто-то... Кто-то очень невъебенно здоровый. Панталоны. Да невъебенно жирный бармен. А, тут кто-то шпилевили ночью на кладбище. Ёпта, что с этим городом не так? Почему тут все... Это, наверное, этот дед опять с яйцами от статуи. О, разрытая могила. Но кладбищенские воруси все-таки стараются не шуметь. Взять череп, прах. Да нет, спасибо, останьте себе. Чё мне с этим черепом делать? Гамлета на площадях отыгрывать? Так, а... Вы что тогда? А, я понял. Это не те звуки, которые Геральт интересует, но они как бы здесь тоже есть. То есть тут по ночам... Мертвые завывают, но кому-то это не мешает тут спариваться, да, в тихую. Ничего, какой тут лирик помер. Так, уже закат. Уже смотрю и плача на кладбище. Не слышно, все домой ушли. Один я тут буду сейчас шататься. Надо хоть факел надыбать, что ли. А это что, в Некрополь спуск? Ну, пойдем посмотрим, что там. Я так и не понял, где в настройках включать, чтобы показывали на... А, вон, смотрите, враги появились. Ну, они этажом ниже показаны, опять-таки. Так, понятно. Я вот думаю, может мне кошку пора поставить в вход в бар куда-нибудь, потому что... как бы... Постоянно в ней возникает необходимость. Чего он выпил? И Волга лечит яд. А-а-а! Только не говори, что ты закроешься. Нет. Физику... Физику для дверей тут так и не припилили, да? И так пойдет. Когда дверь ничего... Вообще невесомая. Опа! Че такое? Геймпад повибрировал. А когда геймпад вибрирует, это, как я понял... Имеется в виду вибрация медальона нашей Геральта, которая чует жопой магию. Да, тут какой-то фамильный склеп солидный. Стоит здоровый какой, нихрена. Тут че? Похоронили лесоруба... И... Почетный шахтер и лесоруб, что ли? Че? Топор Кайло какой-то, бля, кирка. А, расхитители гробниц обычные. Господи, вот чмошники. Я-то думал, сейчас мистика тут все дела. Это уед повешенного. Ну, подходите, ублюдки. Камон. Ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау! Нахуй надо! Вы че? Что это может быть? Блядь, накаченные какие-то расхитители. Я хочу заметить. Блядь, еще и с молотком. Да ну нахуй. Блядь. У меня еще и не все эликсиры восстановлены. Вот это классно вообще. Отравление сном дракона. Господи, что за бомба? О! Двое свободно. Да, заебешься отбиваться от таких атак. Вот вещинские воры стараются все делать по-тихому. Но кто знает, надо бы оглядеться. Ну, жесть. Тяжка-тяжка, да. Они по ходу сложности прикрутили в этой DLC-шке. Раньше рубил всех только в путь. Сейчас они прям что-то вообще налетели. Фляга, пустая бутылка. Господи, зачем они принесли с собой пустые бутылки? Такое выражение удивления застыло на его лице навеки. Ну, вот сейчас и, собственно, и ночь наступила, кстати. Бля. Предлагаю все-таки с факелом походить. Потому что, ну, черно-белая картинка, ну, блин, она не очень интересна. Я все-таки за цветастые тона, не знаю. О, котик, смотрите. Приказы от Робина. От Робина Бобина, что ли? Блядский телефон. Опять помехи. Брюс, этот напыщенный балван, снова пытался нас надуть. Но в этот раз ему этот срок не сойдет. Берите кайло лопату и нанесите визит нашей покойной атаманше. Ее кошачья морда даже при жизни мне была отвратительна. Так что от самой мысли, что мне ее придется лицезреть после смерти, меня просто кровой понос прохватывает. Заберите фамильные безделушки, жемчуг и остальные драгоценности, которые этот идиот Брюс бросил ей в могилу. Если это херопутало, ну имеется ввиду хуй или путало, видимо, к чему-то они то стесняются материться, то нет. Шатается где-то по кладбищу, то сверните ему шею. Робин, под скриптом, похоже, с тех пор, как Селина умерла, этот малый все ошивается на кладбище за стенами, воет на луну, или чем он там занимается. Если я разбираюсь в жизни, а я в ней разбираюсь, у него при себе должен быть ключ от сундука, что мы зарыли с этой сучкой. Можно облегчить его страдания и отправить его в озеро, если, конечно, он сам туда не сиганул. Это и есть этот квест? Кот. Круассан с медом? Ну ладно, пойдем. Блин, что тут катакомбы? О, нифига, сплавы. О, нижний ярус. И что у них? Атаманшу похоронили в склепе? Мне кажется, в таком склепе хоронили крайне таких граждан, которые, ну, зажиточные, там, знаменитые. А тут какую-то атаманшу зарыли. Поселок. Это, я понял, склеп точителей мечей, походу. Смотрите, в каждом гробу какие-то предметы. Рабочего класса, скажем так. Так, я отсюда и пришел, да? Ну, озеро, оно недалеко. Твою мать, опять кто-то долбит. Звук, кажется, идет в скатакомб. Ага, это другой квест. Блядь. Сука, а чего же он раньше-то не завыл? Упырь. Даже не знаю, вот сначала... Вот откуда этот шум. Откуда? А, отсюда, я ж тут был. Призрак, может, тут воет. Здесь покоится Марго де Карантен. Ну? Марго де Карантен. Я вот ничего не услышал. Разбитая посуда. Вот кто-то ее швырнуло в стену. Кто-то в этом склепе психует? Может, привидение? Марго де Карантен. Почил день поминовения святого Бендера. А, тут семья в этом склепе. Может, они друг друга терпеть не могут, а их рядом похоронили. Может, вот эта стена иллюзорная? Высказь источник шума. Черт! О! Быть не может. Шум явно доносится из этого склепа. Ха! Там что-то бабский такой. Да, женский голос. Что-то здесь не так. Надо подождать развитие событий. Спрятаться вы. Да, что-то как-то интригует. Может, пора агенту Малдору звонить? Что-то тут борода какая-то. То есть, когда ведьмак заходит, призрак прячется, что ли? А, ты только и знал, что целыми днями играть в эти карты. Да-да-да. Семейная пара ссорится, я так и понял. Малюд какой-то. Тьфу! Уж всяко лучше, чем стоять у дверей храма лебеды и бормотать молитвы, шутра доночек. Неблагодарный! Я за тебя молилась, чтобы ты сбросил с тебя ерму азарта! Вот, видать, и намолила. Услышали боги твои причитания? Померли. Вот, радуйся, что муж твой помер. А тебя чего? Здесь частная беседа. О чем вы, собственно, спорите? Не твое дело. Может, вам помочь? Не знаю, кто ты, но ты обязан мне помочь. Не желаю целую вечность лежать рядом с этим безбожником. Убери его из моего склепа! Сука, я так и думал. А в чем тут, собственно, дело? Это мой склеп, а это швабра. Даже после смерти не отцепится. Так и будет мне плеж проедать. Швабра. Куда я смотрела, когда за него выходила? Ты даже собственное дитя бы в гвинт проиграл. Неблагодарная ты свинья! Да было-то, сука, всего раз, и то в шутку. Ну сколько раз повторять? А кто все наше имущество на статую лебеды пожертвовал? Это благая цель. Святость пророка на веки изменила бы этот край азарта и ереси. Откуда мне было знать, что они мошенники? А я не говорил, и всего-то раз в 500. А что, их в рай не взяли, что ли? Ну что? Одного из них отсюда выселить? Ну давай. Так, пока вы тут вдвоем, мира и покоя не будет. Придется одного из вас переселить. Да, убери его. И если уберешь, я скажу, где спрятала его счастливые карты для гвинта. Так он же проигрывал, какие они нахуй счастливые. Ты знал, что это ты. Значит, мало того, что выкинешь меня из собственного склепа, Так еще моими картами расплатишься. Блесна его еще отдай тогда, да. Счастливые блесна. Сейчас меня, Кондратьев, хватит. Да были бы меня эти карты на турнире в Бельхавене, я бы до сих пор живым был. Все из-за тебя, овца Чумная. Из-за тебя меня зарезали. Мужик, ты же не станешь слушать эту старую ханжу? Кажется, я знаю, где она спрятала карты. Сам тебе их отдам. Только убери ее отсюда. Ты, кажется, знаешь, а она знает точно. Мне придется подумать. Ну ладно. Одного из них надо перенести. Ирек, пророк Лебеда, да не будешь ты играть на деньги. А потом добавил, не то для меня ничего не останется. Еретик, густо молчи. Не буду с тобой больше разговаривать. А, боговерующая бабка или игроман? Ну уж нет, старая пересница. Это я с тобой не буду разговаривать. Ладно, давайте этого придурка унесем. Вы до карантена. Помолитесь пророку Лебеде за его душу. Кто такой пророк, блядь, Лебеда? И что у него за имя такое дебильное? Значит, ты все-таки дал ей себя надуть. Эх, сука. Ну ладно. Слушай, есть у меня к тебе маленькая просьба. Будь человеком, перенеси меня в зал Баклерского общества любителей гвинта. А мы тут недалеко. Во! Был его членом? Вот как раз нет. Но приятно было бы. А если я к ним после смерти вступлю, никто и возражать не станет. Все в плюсе. Я так точно не стану. Я этим займусь. Где зал? Как спустишься в катакомбы, иди прямо. Вход в зал в начале коридора. По правую руку. Спасибо тебе. А я бы попро... Да не, в принципе, нормально. Сука. Вот вам пока смерть не разлучит вас. Я только не знаю, почему этих двух бедняков похоронили в одном склепе. Это как же катакомба? Пойдем. О, вов. Блядь, я вышел из этого. Найдите Боклерское общество любителей гвинта. И даже хоронят толпой, что ли? Нихера себе общество. Частные покои достопочтимых членов Боклерского общества любителей гвинта. Пустим, сидя, идет карта. Частное помещение достопочтимых членов Боклерского общества любителей гвинта. Это здесь. А это что такое? Любители гвинта? Ну вот работы не найдешь. А тем более платы за работу. Вы что за придурки? А, это опять, наверное, эти бандиты ищут. А вы, господа, тоже в клуб любителей гвинта? Шахтеры не заблудились шахтой-то? Что, сука, ты еще кто такой? Кто тебя послал? Так много вопросов и так мало ответов. Философ, сука, нашелся. Вали его, ребята! Им не хватает, не хватает, ебты бля, добавлять еще. Эх, если бы не давали по кроне всякий раз, когда приходится. Почему-то у меня блок не работает. Что с блоком-то? А, сучий фонарь. Ну, сколько мне еще ждать? Тут будет хорошо. Как он откинул копыта прям вообще. Цепь, обрывок шкуры, смола. Что это такое? Это лук такой, что ли? Ну, теперь они могут вступить, походу, тоже в клуб любителей гвинта. Раз уж они теперь рядом лежат. Что это такое? Взять, положить. Ладно, идем к Марго за наградой. А что ты на нее смотришь-то? В чем дело-то? Что это такое? Ода гвинту? Блядь, ну давай посмотрим, что за Ода гвинта. Текст гимна Боклерского общества любителей гвинта. Вариант номер 7. Автор Стефан Дедов. Мастер Бачар. Гвинт, как красное вино, словно ночи с девой милой. Отрешаясь от забот, ты воспрянешь с новой силой. Ты хочешь лишь играть, играть, играть. Хотя жена зовет тебя спать, спать. Пускай их разум глух к тебе порой, но гвинт уже не будет лишь игрой. Припев. Гвинт моя любовь, гвинт моя свобода. Освежает кровь нашего народа. Пусть навеки пропадает мир азартного влечения. Пропадет. Гвинт один ведет вперед к страсти удовлетворению. Слаще, чем колокола или фестиваль вина. Нам с тобой игра такая, больше юных дев нужна. Пускай прогонят нас из дома прочь, но в карты будем мы играть всю ночь. Гвинт моя любовь, гвинт моя свобода. Освежает кровь нашего народа. Хуйня какая-то. Полная, по-моему. Когда уже гимны World of Tanks писать, интересно, начнут такие же. И просить, чтобы их похоронили где-нибудь в одном месте и ком поставили хотя бы один. Ладно, побежали. Сейчас мне дадут мазевую колоду карт, я смогу поучаствовать в чемпионате по гвинту. Может, глядишь, в натуре втянусь. Это как Херстоун, только тупее, блядь. Ай да ёптаю. Чё, бабуся, скучно стало? Готово. Ну и где шкатулка с картами? Как выйдешь через бочарные ворота, поверни направо. Наш дом там легко узнаешь. Там над дверью вывеска с деревом. Шкатулку я закопала в саду под розовым кустом. Вот вредная старая карга. Вывеска с деревом, розовый куст. Запомнил. Спокойной вечности, бабуся. А что ты сделал, Слуи? Воистину, он света не видел за гвинтом, но я бы не хотела, чтобы он очутился в канаве или в выгребной яме. Не волнуйся, я нашёл ему хорошее место. Там он будет себя чувствовать как дома. Прощай. Скажи, что он теперь навечно в сообществе любителей гвинта у неё так бомбанёт, что здесь воронка, сука, будет на месте этого города, как от ядерной бомбы. Может, её тоже налог куда-нибудь к любительницам вступать во всякие разные секты, например? А наш там это, вся. Пророк, пророк. О, нифига себе, сельвирусный прошёл, увидели? Поговорить. Женщина в купюшоне. Эй, дома. Дома в чёрном. Нет? Так, ну, все кузнецы и ремесленники спят. Блин, 200 метров. 200 метров до их дома, капец. Хотя, если голопом. О! Да, и ты мне обещал погладить. Нет? Да наградит тебя потомством святой лебеда. Белый, красно-розовый. Красивая мелодия где? Да наградите потом. А что, если пророка лебеду за машину потрогать, что будет? Не знаю, кто это кашлял, но он точно не жилец, по-моему. Ну, я бы на его месте даже бананы, как говорится, зелёные не покупал. Опять женщина в купюшоне. Смотрите, она меня преследует уже второй раз. Ну, пожалуйста, Минчик. Что, я не по-хорошему попросил, что ли? Так, дом с вывеской. Чего там? Дерево какое-то. Хер запомнишь. Блядь, скай, ступени. Ну, вот это? Нет, не вот это. Вот это. Да, бля. А, вон он. Вывеска с деревом. Похоже, тут самый дом. Нам надо в сад. Интересно, а почему у них вывеска у единственных? Чем они занимались? При жизни. Садовники, что ли? В каждый дом можно зайти, похоже. Что-то тут не дойдётся обойти. Как обойти-то? Паркур? Ха! Ох ты ж, твою мать! Сука, они что тут в этом саду, блядь, выращивали? Да явно не канапу, ёптю мать. Ах ты, пиздюк! Пиздюк! Под розовым кустом. Ну ладно. Тут везде как бы розы, ну давай. Ага, всё как она говорила. Вампиры Брукса, Барклай Эльиз. Ну всё, обещанной карты для гвинта. А, теперь ещё награду за устроен. А, теперь понятно, почему за этот квест такая маленькая денежная награда. Потому что за этот квест ты получаешь мазёвые карты для гвинта. Вот в чём дело. Вот так вот. Не всё то дерьмо, что им кажется. Я бы... Насколько я помню, на Платве нельзя по городу скакать карьером, а тут вот этой спринтом бежать быстрее, чем медленно на ней ехать, поэтому... Блин, 200 метров. Ну а загрузку ждать тем более не хочется. Не то, что я такой фанат атмосферы, но, блядь... Лишний раз приходится здесь действительно бегать. А у них тут что, днём и ночью перуха, что ли? Ничего себе. Как тут люди-то живут в этих соседних домах? Моё почтение победителю турнира! Ага, это я. Автограф, автограф. Так, ещё где-то здесь должен быть бордель, раз тут есть... Прости, господи, женщины. Может, это... Пойти потратить пару кронда, посмотреть на Титимити, а? Хрен с ним с этим... С этим... С этой виноградной, которой там надо... Былое величие восстановить. Можно и в халупе жить, тем более ведьмак ночует вообще где придётся. Когда княги не смеётся, шутки кончились. Да-да. Готово. Не будет больше шума на кладбище. Там теперь тихо и спокойно. Ах, ну хоть высплюсь в собственной постели. В лесе тоже стало слишком шумно. Все рут как оглашенные. Один только и знает, одрин, одрин, как полоумный. Но что там было на кладбище? Чудища, как вы и говорили? Да нет, семейная ссора. Только и всего? А попили-то как? Да, что ж, жаль, что побеспокоил вас из-за такой ерунды. Вот вам тут и за труды. Почти в рифму. Спасибо. Да, 50 крон. О, боже. Вот это сюжет, посмотрите. Дева. Потом она встретила мужчину, он подержал её за жопу. И вон она уже, блядь, с обвисшими сиськами в разные стороны и брюхатая. Э, антисекс картина просто какая-то. Отстой. Рога чьи-то. Наверное, того чувака, которого шпилил, жену, которого шпилил тот дед, который яйца с виском. Так, а теперь мне еще дали задание, связанное с этим долбанным склепом. Найти кузнеца и следовать остров. А, я понял этот квест. Поиск сокровищ, наверное. Да, смотрите. И где оно? Мне деньги нужны, мне надо курвобьянка этот. А, вообще по дороге. Мне еще былую красоту этой курвобьянки возвращать. Денег надо немерено просто. Тысячу рублей, там даже на занавеске. Каких рублей? Крон. Николас Свет. Налей стремяную. Ага, налей стремяную. Хватит это. Мы уже видели. Четкая надпись. Так, ну я базарю, что там, скорее всего, утопцы бушуют. Тут где вода, там утопцы, походу. Ну да, кто еще-то, блядь. Доели. Да, ведьмак что-то в этой части косненький стал. Вау, 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 вау. И че это, блядь, у меня за руна включенная охуенная? Да вы заебали. Ну что ж такое-то? Они еще и не блокируются, что ли? Да, их не парируешь. Парировать можно только тех, кто с мячами. Я уже не помню, просто я играл-то, когда последний раз эти каменные сердца выходили полгода назад. Бля. По одному они, конечно, говно, но когда их толпа... А че такое? Гномское оселок, а фиг, блядь. Че с этими оселками делать? Напишите мне в комментах. Это кто такой? Письмо размокло и расползается в руках. Его едва можно прочесть, тем более в темноте. Брюс, не делай глупости, я знаю, что ты похоронил Селину на кладбище в Боклере вместе со своей добычей с нашего последнего налета. Помни, что и нам тоже кое-что прочиталось наивалять дурака. Мы все знаем, что ты был ее любовником, но помни, что она была прежде всего атаманом нашей банды. За то, что мы сделали ювелира Матберга, мы своей доли так и не получили, так что хоронить Селину со всем хабаром было чистой воды западло. Сокровищ принадлежат нам. Давай встретимся и разделим все как следует, а потом можешь идти топиться в озере или вешаться на первом суку. Это уж как тебе будет угодно, Робин. Так что, он реально утопился? Синеволосый. А что он так на мелководье утопился? Заплыл бы на глубину. Да ладно, ладно, тело вынесло. Но игра, видимо, все-таки 12 плюсом, или сколько там, поэтому его не раздуло. Так, найти сокровище спрятано на кладбище. И снова на это кладбище, господи. Так, тут только что на карте трупов показывало. Да, я сейчас засну. И склеп на этом кладбище всего один. Интересно. Кстати, а как давно эту пару супружескую похоронили? Может, эти карты уже нелегальны? Может, уже в такие никто и не играет? Так, они снаружи спрятаны или внутри? Вообще, бандосы внутри были в склепе. Ну, давай пойдем внутрь. Этот навигатор с точечками, они его так и не починили. Он по-прежнему работает как китайский. Который ловит сигнал еще до кучи от китайского спутника. А что это за красные мешки? Вау. Ну, на продажу пойдет. Подожди. Это не то, что в красном мешке же, да? Или что? Или то? Бля, в одном и том же месте два одинаковых. Два разных лута, вернее. Жесть. О, кроны. 300. Больше, чем я за квест получил. Садовник Аквайля. Дневник. Зачем он? 20-й день службы скучно мне. Тут и правда ничего делать. Утреннего обхода хватает, чтобы... Понятно. Транспорт. Ой, я сомневаюсь, что это все интересно. Такой объем квеста здоровый, как будто... Вау. На продажу. Все понятно. Ну, слава богу, не такой уж и квест. Убить трех утопцев за 300 крон. За 400 даже, там, 390 было. Ну, а то вообще... Всю жизнь бы так и работал, как говорится. Да, темень-то какая. Ну что, думаю, что... Как мне нравится, что на Страже Нравов стоит такой алкаш, как ты. Ох. Ну что, я думаю, что продолжать будем уже в следующей серии. Говорится, один квест, одна серия. А тут даже два еще. Поиск сокровищ. Головорез. Куда собрался, приятель? А что, драться-то не будем, что ли? Не будем. Надо еще реализовать эти мечи, продать. Так что надо дождаться, когда мастер-бродник на работу выйдет с утра пораньше. Короче, что-нибудь жмите, что-нибудь пишите и все такое. Мое почтение победителю турнира! И тебе, мое, факелоносец.